Всех приветствую на канале инженерно-технического центра группы компании VARIUS. Меня зовут Павел Рубежный и я являюсь инженером-технологом компании ISCAR в Украине. Продолжаю знакомить вас с продуктами компании ISCAR. Сегодня мы с вами начнем знакомиться с инструментами не вращающейся группы, а именно с отрезным инструментом. Рассмотрим общие понятия операции отрезки и кратко оговорим ее важные технические моменты. ISCAR располагает огромным спектром инструментов данного типа. Всю номенклатуру отрезного инструмента можно разделить условно на три подвида. Инструменты для отрезных операций, инструменты для обработки канавок и инструменты для обработки торцевых канавок. Различные инструменты от самых маленьких диаметров до лезвий, способных отрезать, если вам понадобится, заготовку диаметром 600 мм. Начнем с отрезных операций и небольшой теоретической части. В этом видео мы обсудим основы отрезных операций, ключевые правила при отрезке, СОЖ и стружкообразование, расчеты скорости резания инструмента для лучшего результата, устранение проблем при отрезке, стружко-ломы, линейки для отрезки ISCAR. Определение. Что такое отрезная операция? Отрезная операция – это операция отделения детали от заготовки. Деталь может быть цельной, как пруд, или полой, как труба. Операция отрезки, как правило, выполняется последней. Отрезка считается успешной, когда размер заусенца сведен к минимуму. Чтобы устранить или минимизировать размер заусенца, важно использовать два метода. Отрезка режущей пластины с передним углом, правая или левая пластина, которые имеют угол от 4 градусов до 16 градусов. Отрезка с помощью вспомогательного шпинделя, удержание детали до момента полного разделения – метод, который гарантирует, что заусенцы будут отсутствовать даже при использовании прямой пластины. Угол режущей кромки влияет на размер заусенца. Чем больше угол, тем меньше заусенец. Радиус – это первая часть, которая входит в материал при отрезке. Он должен быть на стороне отрезаемой детали, на которой не должно быть заусенцев. При использовании угловой пластины скорость подачи должна быть уменьшена в сравнении с прямой пластиной. Угловые пластины имеют некоторые недостатки, такие как стружкообразование, качество поверхности и более короткий срок службы стойкости пластин. Следует учитывать все плюсы и минусы их использования. Если имеется непрямой рез, это говорит о том, что отрезной инструмент не полностью параллелен заготовке. Лезвие слишком выдвинута вперед, слишком высокие силы резания, стоит понизить режимную часть. Радиус пластины сломан или изношен. Успешная отрезка – это хорошее качество поверхности. Качество поверхности можно улучшить путем выбора правильной геометрии пластины, радиуса стружко-лома, условий резания. Оптимальная стружкообразование – это стружка в виде полуколец. Ключевые правила, которые необходимо соблюдать при отрезке, вылет инструмента и заготовка должны быть минимальными. Инструмент должен быть строго перпендикулярен оси вращения заготовки, а также находиться по высоте в оси вращения заготовки с допустимым отклонением плюс-минус 1,1 мм. Ключевое правило при отрезке – важно уменьшить подачу и скорость до того, как деталь отделится и упадет, чтобы минимизировать размер заусенца и избежать повреждений при падении. При достижении диаметра 5 мм подача уменьшается на 50%, скорость срезания – на 75%. Стружко-лом помогает сформировать правильную стружку на конкретной заготовке, чтобы добиться самого надежного результата. Оптимально подобранный сплав помогает добиться наилучшей стойкости для надежной работы. Подробнее разберем сплавы в следующих видео. Следует учитывать три основных фактора при подборе инструмента – материал заготовки, систему спид, условия резания. СОШ и ее давление очень важны при отрезке. Имеет значение СОШ и способ ее подачи – внешний полив или подача через инструмент. СОШ способна не только охлаждать инструмент в пятне контакта, но и способствовать формированию более сегментной стружки и ее отводу из зоны резания. Искар предлагает широкий выбор инструментальных решений для подачи СОШ через инструмент под высоким и стандартным давлением. О всех преимуществах подачи СОШ через инструмент прямо в зону резания в следующих видео. Скорость подачи в зависимости от ширины пластины, выбор ширины пластины. Существуют рекомендации и конкретные формулы, которые помогут максимально точно определить среднее значение подачи на этапе подбора режима врезания, если очень подробно. Подачу мы определяем с помощью формулы или опытным путем. Основываясь на своем опыте и наблюдениях, то обороты вращения заготовки мы рассчитываем по формуле, взяв рекомендуемые значения скорости резания из каталога. Если во время обработки режимов возникают проблемы с износом пластин, то существуют рекомендации в виде описания износа и пути его устранения. В зависимости от диаметра заготовки, Искар предлагает для каждого диапазона решение в виде конкретной линейки отрезного инструмента. Основные линейки и их преимущества. На этом этапе у меня все. В следующем видео мы поговорим об уникальных пластинах и инструментах линейки Тангрик. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.